Друзья, всем привет! С нами замечательный бизнесмен, автор книги «Все в твоих руках» Руслан Татунашвили. Вот это была книга на более чем, ну, наверное, 453 страницы труда, творчества и таланта. Вообще, изначально, когда начиналось, хотели из Кипра, летели, вписали в самолете, хотели 10 страниц, но потом что-то прорвало немножко, и все вот так вот, все вылилось. Да, Руслан, ну, я такой, знаешь, приглашенный гость в твой проект. Так получилось, что мне очень понравилась эта книга, я о ней узнал из интернета, и у меня на тот момент была очень хорошая коммуникация, остается создательство МАСТ. Я нашел Руслана где-то как-то на Пангане, вот, подъехал к нему на байке и сказал, Руслан, слушай, Я босиком стою в трусах-таки. Да, говорю, слушай, у тебя классная книга, давай выпустим в МАСТ твою книгу. Он такой, чё, какой АСТ, какая книга, ты кто? А я, если честно, лишь уже не верил в эту книгу, потому что не я ее создал, а ты ее спас. Ну, мы так долго все это делали, все это, редакция, долго, Синергия пробовали создательством сделать, но в итоге, так как ни ты, ни АСТ об этом не знали, она уже фактически умирала. Да. Так что вот ты вытащил ее за уши. Ну, в общем, я благодарен судьбе, что вот через эту книгу мы сдружили с Русланом и нам удалось заключить договор с АСТ. Теперь это будет первый тираж 4 тысячи экземпляров, но до конца года планируется около 20 тысяч экземпляров АСТ продать. Поэтому, Руслан, рассказывай про книгу, рассказывай о себе и рассказывай обо всем. Вообще, у нас есть какие-то скромные результаты в бизнесе, в наших компаниях, но о ней бы даже не хотел говорить, потому что никакого значения ваш доход не имеет, если вы хотите что-то донести людям. Не важно, кто ты, где ты, если есть что написать, ты можешь написать. Вообще, книга очень странная, я бы даже не рекомендовал ее читать, потому что... Ну, тут я несколько еще им приду. Во-первых, книга писалась из середины. Обычно книги писаются сначала в конец, совсем психопаты могут наоборот писать, но мы писали из середины. И непонятно было, с чего начнется книга и с чем она закончится, потому что хотелось сказать основную суть. И вот в самом центре 10 страниц, это и есть основная суть. Потом я вот думал, как можно получше донести мысли, которые в ней изложены. И в итоге решили задействовать три канала. Вот здесь вот между главами очень важно слушать определенные аудиотреки. Сейчас вот я приведу. Ну вот, в данном случае вот так вот. Даже четыре канала. Первый канал это текстовый, да, то есть визуальный, да, где есть черные страницы и белые буквы. Второй канал это визуальный. Есть Владимир Маховиков, они с командой 5 человек несколько ночей делали, ну, вот такие вот различные рисунки, которые бы отражали саму суть главы. И вообще Владимир сказал, что если отдельно вырезать рисунки, то в принципе читать уже можно будет, ну, не обязательно. Потому что весь смысл он прикольно сделал. А третье, еще будет запах, я так понимаю, приложен. Да. Вот, и возможно, ну, ничего не обещаем пока, это будет аудиоплеер, который нужно будет включать прямо по мере прощения вот этих вот глав статей. Книга вообще посвящена тому, что вот когда ты немножко запутался или наоборот, когда все хорошо, ты не понимаешь, что делать дальше. И вот с какого конца или с какой области начать, чтобы обрести свой путь. У нас в последнее время все помешаны немножко на целях, и Экзюпери как раз говорит, что пойми, что мечты и цели не могут быть помощью, и что на самом деле важен сам путь. Поэтому книга по обретению своего пути, я не претендую, что это какие-то сверхгениальные мысли, это просто, опять же, мои мысли. Ну, и вот те мысли, которые поддержали мои друзья. Ну, также я хотел бы сказать, что существует возможность у всех молодых бизнесменов и у всех людей, кто начинает свое дело, но уже имеет какой-то стабильный доход и свой маленький бизнес, и хочет его развивать. И кто делает все своими руками, сделать уникальное заявление о себе, о своей компании, о своей команде и о своих людях прямо в этой книге. То есть книга называется «Все в твоих руках» по поводу того, что нужно по особенности как-то относиться к реальности вокруг. Если у вас есть настоящая ваша история, ваше остановление какого-то, может быть в бизнесе, может быть даже нет, просто прикладывайте свою фотку, пишите свою вот эту историю и какие-то свои соображения по поводу мысли, которые есть в книге. Книгу, безусловно, вам вышли, чтобы вы это сделали. От 4 до 20 тысяч это будет первый заход в ВСТ. И они сказали в ВСТ, главный пиарщик сказал, главный редактор, что если мы поддержим по маркетингу, то они сделают больше. Вообще, говорит, прецеденты до 200 тысяч доходили. То, что касается, как войти в книгу, под видео будет ссылка, я не знаю, на Сергея, на Настю. Можете с ними связываться, и чтобы войти в книгу, вплоть до ваших линков, телефонов и так далее. То есть о вас узнает от 4 до 20 тысяч человек. И в конце, кстати, про чтение книги, тут есть, обязательно есть такое правило, вот даже оно здесь звучит, что как только ты прочитал книгу, тебе нужно отдать ее другому в течение определенного времени. И книгу, когда все читают, они передают дальше. Таким образом, мы можем 4 тысячи, ну пусть даже умножить на 50, каждая книга хотя бы 50 раз обойдет руки, чтобы пока не развалиться. Это что получается, 4 по 5? Ну вот уже получается 200 тысяч примерно экземпляров. Поэтому входите туда. И еще то, что касается по маркетингу, у нас было очень много идей. И основных идей две. Так как контент довольно странный, мы ограничили немножко по закону, что книгу нельзя читать лицам до 30 лет. И второе, то что мы сейчас перед запуском книги во всех городах России запускаем акцию, которая называется «Все в твоих руках». Они такие будут черные сертификаты. Ты тебе рассказывал? Да, рассказывал. Расскажи поподробнее. Да, то есть суть в чем, что, допустим, вы прокололи колесо или там оступились, я не знаю, человек вам помогает и дает вам сертификат. Там три пункта. Написано. Парень, ты участвуешь в федеральном проекте «Все в твоих руках». Первое, значит, добавляйся в чат твоего города, допустим, если ты в Тюмени, и объединяйся в телеграм-чате с людьми, которые в Тюмени помогают друг другу. И следующий пункт, соответственно, как только ты добавился в телеграм-чат, там простая инструкция, твоя задача сделать другому человеку хорошее дело или добро какое-то и передать ему этот сертификат. Таким образом, еще до выхода книги, за пару месяцев, уже мы эти сертификаты будем отправлять. А сзади сертификат от стата, основная из нашей книги, ну, про то, что нам нужно всем объединяться и что твердость и надежда в России не только в руководстве страны, да, не только вот в тех лиц, которых мы видим по телеку, а в том, что вот, если каждый из нас возьмет реальность под контроль вокруг себя, возьмет ответственность вокруг себя за людей, которые вокруг, возьмет ответственность за результаты и сроки, то вот и страна уже чуть приподнимется. В общем, друзья, все в наших руках. Да, все в наших руках. Этот проект поддержал Бумстартер, я очень благодарен ребятам оттуда. Этот проект поддержали ребята с Ютуба, вот, и сейчас фактически можете войти в эту книгу и также поддержать ее, потому что в основном деньги мы сейчас будем тратить на продвижение, на серу лапу, которые будут там в магазинах, всякие такие штуки и так далее. Поэтому спасибо тебе огромное, что ты нам дал шанс такой, вот. Честно говоря, может быть, мы ее и сдали, но надежды уже никакой не было и как раз все вот правда оказалось в твоих руках. Ты, я смотрю, зачитал, что ли, девушка? Да, мне повезло, потому что она... Расскажи эмоции свои. Ой, у меня очень много эмоций, мне ее, вот, я отслеживаю, как мое эго сейчас работает, и мне, с одной стороны, не хочется ее уже отдавать и передавать, но таковы правила этой книги и этого проекта. Я, мне ребята позволили неделю подержать эту книгу у себя дома, в руках, и я каждый день, когда я утром занимаюсь йогой, медитацией, и вот каждое утро я прочитывал и опять перечитывал, перечитывал. Где-то у меня текли слезы, я сам не понимаю, почему, вот. Где-то я просто расплывался в улыбке от этой книги. Она просто написана очень искренне, по-доброму, по-честному, без всяких прикрас, без прикрытия на некую гениальность или то, что там, вот, Руслан стал еще и писателем. Нет, он просто пишет, мне кажется, о как раз поколении 30-летних, о нас, которые в свое время еще застали немножечко детство в Советском Союзе, тяжелые 90-е, мы были детьми, не могли изменить... Облегченные 90-е. Да, облегченные 90-е для нас были, да, такие трудовые двухтысячные, да, и с какой-то надеждой мы смотрим сейчас уже в 20-е, там, 30-е годы. Да, поднимаем свои компании, трудимся, любим своих близких, семей, друзей, поэтому вот для меня это такой некий символ, наверное, эпохи 30-летних, поэтому у меня она очень сильно откликается. И все авторы, которые здесь музыкальные, все цитаты какие-то, и, ну, вообще, все очень во мне откликается. Ее можно перечитать бесконечно в любой момент своей жизни. Я же захвалил уже совсем. Не, я не захвалил, просто искренне говорю свои ощущения. Ладно, тогда мы сделаем так. У нас в публичном доступе сейчас в интернете есть, во-первых, по-моему, 10 глав. Я думаю, тот, кто посмотрел это видео, я сейчас Павла попрошу, чтобы он под видео разместил ссылку. Ну, в Айстер, если разрешат 50% книги, мы разместим, чтобы вы сами понимали, что это за книга и что за продукт, в котором вы хотите участвовать. В принципе, я думаю, на этом все, все, все по этому. Все. Что, все? Да. Спасибо, Олеш, огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.